К другим темам. В Саратове могут начать оборудовать специальные места для выгула собак. Городские чиновники уже наметили несколько возможных площадок. Правда, пока финансовая сторона проекта под вопросом, а собачники тем временем продолжают выгуливать животных на городских улицах. Из-за этого нередко возникают конфликты с теми, у кого собак нет. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Чаще всего нам приходится гулять на аллеях в стороне детских площадок, по дороге в гараж, в гаражном массиве. Чтобы выгулить Джека, Алене каждый день приходится думать, куда можно пойти с собакой. Во дворе дома или рядом с детской площадкой никогда не гуляют. Предпочитают удаленные места, тропинки вдоль аллеи или территорию возле гаражей. Говорит, площадки для выгула собак в Саратове нужны, но только их должны быть сотни. В каждом микрорайоне своя. Эти места должны быть в шаговой доступности, что сразу сужает круг мест, где эти площадки могут быть организованы. Так как это должна быть не маленькая площадка, на которой собака делает свои дела, то есть фактически туалет. Это должна быть полноценная площадка для выгула, где собака может двигаться, так как это необходимо. Алена честный собачник, но таких, как она, немного. Потому между владельцами собак и теми, кто животных не держит, сейчас идет настоящая война. И вторую сторону конфликта тоже можно понять. Юлия Лукьянова пару месяцев назад столкнулась с небывалым хамством. Говорит, увидела, что мужчина выгуливает собаку прямо на детской площадке и попыталась сделать замечание. Но владелец животного среагировал неадекватно. Было сделано замечание мужчине с большой собакой белой. Он с ним гулял по детской площадке. И собака, естественно, сделала свое дело. Я ему сделала замечание. После этого собака кинулась на меня, поставила лапы на плечи. А он начал нецензурной бранью на меня ругаться и толкать руками. Подобные конфликты могли бы разрешить специально оборудованные площадки. Все упирается в деньги. На эти цели в бюджете средств не предусмотрено. Кроме того, ограничено число мест, где можно разместить зоны для выгула собак. Их всего несколько. Ботанический сад на Навашино, Глебычев овраг, парк «Свобода». В центре слишком тесно, чтобы оборудовать столько площадок, сколько требуется собачникам. Площадка для выгула собак может располагаться на удалении не менее 40 метров от жилых домов. С учетом нашей застройки, существующей же, мы прекрасно видим, что это плотная застройка, что таких мест у нас невозможно сделать. Значит, возможно, здесь такие площадки устраивать в новых микрорайонах. Несколько площадок ситуацию не спасут, уверены владельцы животных. К тому же нельзя забывать, что в городе немало беспризорных собак, которых на специально отведенную зону выгула не заманишь. Основная проблема – это количество беспризорных, не бездомных, а именно беспризорных животных, которые находятся на улице города. В данный конкретный момент решение проблемы с площадками для выгула животных, если законодатели ставят целью то, чтобы город стал чище, наверное, это не принесет должного эффекта. Эффект будет для тех, кто серьезно относится к проблеме выгула собак. Большинство владельцев животных готовы променять пешеходные зоны на специально оборудованные площадки. Но только в том случае, если они будут рядом с домом. Или даже убирать за животными с помощью бумажных пакетов, как это делают, например, в Европе. Правда, организовать места для выгула или урны для пакетов просят чиновников. Но пока средств на это нет ни у собачников, ни у властей. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Между тем, в Саратове хотят запретить выгуливать собак без намордников. Представители администрации города предлагают внести изменения в административный кодекс и наказывать горожан за выгул питомцев без намордников и поводков на пляжах, детских площадках и кладбищах. По словам чиновников, с такой инициативой они вышли потому, что все чаще от саратовцев поступают жалобы на владельцев, чьи собаки пугают детей и нападают на прохожих.